Добрый день, друзья! Представляем вам фронтовую сводку за 22 октября. На Кураховском участке зафиксировано 69 штурмов Курахова с Востока, Горняк, Новодмитровка, Константиновка, Максимилиановка, Антоновка. За выходные россиянам удалось завершить захват Желанного Второго, продвинуться в Горняке, Максимилиановке, Новоселидовке, Желанном Втором и Заряном. Вокруг Купянска с пятницы было два изменения линии фронта – с северо-востока Синьковка и с юго-востока Кругляковка. Возле Кругляковки сначала силам обороны Украины удалось совершить контратаку и освободить позиции. Но затем войска России снова их захватили. Там россиянами проводился механизированный штурм, в котором, как утверждает украинская сторона, было потеряно 17 единиц техники. Как видим, событий много. Ожесточенные бои шли в населенном пункте Богоявленка, почти под полный контроль российских войск перешла Катериновка, и они также вошли в восточные окраины Курахова. Российские военные эксперты утверждают, что это является следствием захвата Авдеевки в октябре 2023 года, когда прорыв обеспечил россиянам не просто выход на новые рубежи, но и планомерный захват новых позиций в сторону Курахова, связанный с тем, что украинцы не успевали основательно закрепиться в них. Возвращаясь к событиям годовой давности, можно вспомнить, что еще тогда некоторые эксперты и военнослужащие критиковали украинское военное руководство за поздний вывод войск, когда российские войска уже вплотную подошли к линиям снабжения украинской армии и захватили некоторые важные опорные пункты и районы города. А украинская группировка войск внутри Авдеевки столкнулась с нехваткой боекомплекта и артиллерийской поддержки. «То, что происходит в Авдеевке, это ужас. Я не участник боевых действий в этом районе, но у меня раньше был схожий опыт. Командование уперто допускает ошибки годовой давности. Их ничего не учит. Всем своим действием они найдут оправдание, потому что никто никогда из высшего руководства не был наказан», — писал тогда в социальной сети ИКС военнослужащий 93-й бригады ВСУ Евгений Черепня. В результате еще несколько крепких бригад будет стерто об очередной символ несгибаемости. Потом в последний момент будут выведены выжившие, это благородно назовут сбережением личного состава. Так примерно и случилось. Однако Авдеевская группировка не смогла отойти на заранее подготовленные рубежи. Позиции были не готовы, и в итоге их пришлось обустраивать отошедшим из города украинским военным. Как результат, последствия пали Степовых, Бердичи, Орлова, вплоть до Селидова, Курахова-Горняка. Вернемся к событиям сегодняшнего дня. На Покровском участке было 46 штурмов за сутки, из которых, по сообщению Генштаба, больше половины припадает на Селидова и Промень. Также атакованы Михайловка, Воздвиженко, Миролюбовка, Новоторецкая и Сухой Яр. Южнее противника удалось пройти вперед в районе Вишневого. Это путь на Боровую, стык Купянского и Лиманского фронтов. Другие точки атак за сутки на Купянском участке, по данным Генштаба Украины, это Голубовка, Лозовая и Новоосинова. На Лиманском – Грековка, Новомихайловка, Ямполевка, Новосадова, Терны, Заречная и Серебряный лес. В лесу и вокруг Лимана фронт стабилен. Итак, южнодонецкое направление. Здесь вооруженные силы России вплотную подошли к населенному пункту Богоявленка. В интернете появились кадры того, как проводилась зачистка территорий примерно в полутора километрах от Богоявленки. Здесь активно работают российские беспилотники. И что интересно, они не встречают сопротивления со стороны украинских РЭП. Но не только беспилотники. Населенный пункт активно обрабатывается и артиллерией, причем частые прилеты, отмеченные как на севере, так и юго-западной и юго-юго-восточной части пункта. Анализ отдельных кадров и картографических данных позволяет заключить, что примерно немалая территория к юго-востоку от Богоявленки уже перешла под контроль россиян. Но официальных сообщений об этом с российской стороны пока не было. Расстояние до населенного пункта менее километра. Но продвинуться туда будет очень сложно, поскольку там с запада расположен укрепленный опорный пункт украинцев. Это мощный ротный опорный пункт и до него примерно уже 500 метров. Так что там идет ожесточенный стрелковый бой. Россияне настроены оптимистично и спецскоры утверждают, что до конца этой недели бои уже могут идти в самой Богоявленки. Украинская сторона по понятным причинам такого оптимизма не разделяет. Ситуация по Катериновке. Если еще вчера по картам было видно, что населенный пункт весь окрашен в серую зону, то сегодня уже появились новые данные и, судя по всему, южная и юго-восточная части Катериновки перешли под контроль россиян. За наступление там ответственно 79-й бригадой появилась информация, что вооруженные силы Украины покинули этот населенный пункт. Но за последние дни не появилось ни одного другого сообщения. Которое могло бы подтвердить или опровергнуть эти данные. Есть только корректировка по карте отдельных независимых картографов и, судя по ним, российским военным подразделениям удалось закрепиться в юго-восточной части этой деревни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok